Как перестать бояться сцены? Прежде чем отвечать на этот вопрос, нужно закрыть одну тему. Во-первых, нужно очень хорошо знать язык, на котором вы говорите, на котором вы хотите говорить, будь то казахский, русский, английский, французский, тот язык, на котором вам нужно выступать. Если вы шикарно его знаете, у вас богатый словарный запас, вы владеете всеми афоризмами, словосочетаниями, выражениями, тогда у вас, во-первых, будет уверенность, что, по крайней мере, будет что сказать, сможете что-то придумать в стрессовый момент. Если это мы закрыли, теперь давайте по советам о том, как психологически справляться с боязнью сцены. Пока остановлюсь на трех советах, чтобы видео не было слишком долгим. Первый совет — это сместите прожектор самого себя, если вы понимаете, о чем я. То есть, когда ты выступаешь на сцене, тебе может казаться, что все на тебя смотрят, тебе может показаться, что на тебя светят все огни, от этого может быть страшно. Вы заметили, наверное, что очень часто стендап-комики или выступающие разговаривают со своей аудиторией, задают им вопросы, переключают центр внимания на них. Вот делайте это, переключайте центр внимания на них, себя переводите их на других людей. Второе, что вы можете делать, это двигаться. Ходите по сцене, машите руками, как можно больше двигайтесь, ноги, руки, садитесь, вставайте. Так это снимет у вас напряжение, вам не будет казаться, что вы застыли, что вы стоите на одном месте. Так будет легче. Ну и пока третий совет, на самом деле их там очень много. Третий совет, один из самых простых, но не у всех он работает. У меня он работал в самом начале, когда я только начинал выступать перед большими аудиториями. Представьте, что через сутки вы совершенно забудете об этом страхе, что через сутки все пройдет. Даже что там в сутки, через 6 часов, если у вас выступление длится 15, 10, 20 минут, даже 1 час. Утром. Представьте, что вечером вы будете сидеть у себя спокойно дома. Вы через сутки или через час, или через 10 часов забудете об этом волнении. Все давным-давно пройдет, и вы будете об этом вспоминать, как о какой-то новой ачивке в вашей жизни. Пока три очень простых, наверное, банальных совета, которые вы можете найти везде, но это три совета пока от меня. Если вам интересно то, чем я делюсь, и хотите, чтобы я дальше делился советами и техниками о том, как не бояться сцены, как учить себя выступать, как говорить красиво, то, во-первых, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь, ну и поделитесь этим в своих сториз и со своими знакомыми.